Мы продолжаем программу «Здесь, сейчас» в прямом эфире радиостанции «Вести плюс» Луганска, телеканал «Луганск-24». У нас в гостях Никита Жарский, председатель профсоюзной организации студентов Далевского университета. Никита, здравствуйте. Добрый день. Расскажите об участии представителей Далевского вуза в недавно прошедших всероссийских молодежных форумах «Машук-22» и, конечно же, «Армия-2022». Ну, во-первых, хочется поблагодарить организаторов этих данных форумов и наше Министерство культуры, спорта и молодежи за предоставленную возможность нашим студентам. Хочется сказать, что география в этом году, этим летом, форумных кампаний для нашего университета была очень масштабная. Это не только те форумы, которые вы перечислили, в которых мы участвовали, это были и форумы «Данузлав», на которые наши студенты неоднократно ездят уже, наверное, лет 5 точно. Это, конечно же, опять же, форум наш «Машук». Сейчас намечаются еще форумы, куда поехали наши студенты. Наши студенты представляли нашу делегацию ЛНР на Сахалине, там тоже был форум. Дальше студенты участвовали на территории «Смыслов». Дальше был какой у нас форум «Таврида», если я не ошибаюсь, тоже «Таврида-арт». Тоже наши студенты представляли наш университет на этих площадках. Ну а что касается этих форумов, я думаю, сейчас расскажу, что в этом году первый всероссийский форум «Машук». Он уже 13 лет, ему уже 13 лет, и только в этом году он стал всероссийским. Раньше на нем участвовали только представители Северо-Кавказского федерального округа, СКФО, так называемые. А в этом году география, как говорится, увеличилась. И пригласили делегации ЛНР и Донецкой Народной Республики. От нашей республики присутствовало 26 человек. И вот мы достойно себя показали на этих площадках, на площадках форума. К нам очень было большое пристальное внимание. Всем, конечно же, было интересно, как мы здесь живем, что сейчас у нас происходит. И я думаю, это очень было приятно, что ребята вообще со всех уголков России, не только с Северо-Кавказского федерального округа, но и всех уголков России, проявляют интерес к нам и хотят дальше с нами сотрудничать, взаимодействовать, общаться. Ну, это очень, как говорится, приятно. И вообще с открытой душой, как нас встречали и как нас провожали. Ну, а что это за форум вообще? Расскажите. Потому что вы были, вам хорошо, а наши телезрители и радиослушатели не были. Ну, как и любой форум, конечно же, он направлен на какое-то образование, да, образовательные площадки. Наши студенты и наши представители, наши делегации могли поучаствовать в грантовой программе, да, представить свои проекты, выиграть грант и реализовать, естественно, у нас и на территории Российской Федерации. Также у нас были тренинги по… значит, было три направления. Три направления данного форума. Две смены. Мы участвовали в двух сменах. Сейчас вторая смена работает, и тоже представители Луганской народной республики там тоже находятся. Значит, одна… та смена, на которой мы присутствовали, называлась… Сейчас, если бы… если не забыть… Наши… а, да, наши открытия. Вот две формы. Значит, наши открытия и наши смыслы. Наши открытия были посвящены трем направлениям. Это вопросы туризма, межнациональных и межконфессиальных отношений и добровольчества. Вот. И по этим трем направлениям также были такие подтреки созданы. Это «Открывай новое», «Открывай контакт» и «Открывай сердца». Мне, конечно, довелось и большей части нашей делегации, точнее, посчастливилось присутствовать на треке. Это связано с добровольцем, с межнациональным и межконфессиальным взаимодействием. Мы пообщались с ребятами из Северного Кавказа, с представителями Чечни, Дагестана. Мы узнали о их культуре, позадавали такие очень интересные вопросы. И итогом всего у нас был проект. Мы создали чат-бот, который могли пользоваться представители, ну, участники этого форума. В чат-боте мы представили национальности, которые представляют, представлены Российской Федерацией, а их свыше 160. Ну, мы, конечно, 160 не охватили, но определенное количество мы представили, где в чат-боте мы, все, кто хотел, могли ознакомиться с культурой, традицией, пройти викторину для закрепления. Ну и мы, конечно, планируем, чтобы этот чат-бот был введен на территории, представитель, да, чтобы все, кто хотел, могли ознакомиться, опять же, с достопримечательностями тех городов, столиц, тех культур, которые были представлены. Ну и, как говорится, получить информацию о культуре и приблизиться, прикоснуться к такому вот интересному, такой интересной жизни наших коллег, которые были представлены на форуме. Армия. Армия. Какое красивое слово, замечательное. Ну, мне, к сожалению, не довелось до конца досидеть смену в Машуке, мне по счастливой случайности посчастливилось полететь в Москву, и где тоже была также представлена делегация нашей Луганской народной республики на форуме «Армия-2022». Мы участвовали в конференции, это конференция, название конференции были актуальные проблемы и задачи молодежной политики в сфере образования молодежи и детей. Ну, самый главный тезис всей конференции звучал так, что образование и армия должны быть едины. И главное, для чего это единица должна быть? Для воспитания патриотизма у молодежи и у детей. Потому что действительно поднимались такие тезисы, что, допустим, касающиеся истории. Почему 60 учебников истории, да? Зачем их столько много? Ведь каждый будет трактовать по-своему. Создайте один учебник при поддержке Министерства образования и Министерства обороны, истории, и пусть все учатся по этому учебнику, все школы будут введены в школьную программу. Я считаю, что это так, это действительно правильно. На конференции были разные представители, были представители духовенства, со своей стороны, они как вообще видели дальнейшую траекторию движения нашего вообще молодого поколения, что дальше с ними делать, как воспитывать в них духовность, как и тема патриотизма также затрагивалась. Ведь ни для кого не секрет, как бы специальная военная операция сейчас идет, и наши ребята доказывают тем, доказывают вообще всей своей работой, да, тем, что у нас патриотизм в нашем регионе развит. Но есть помимо нашего региона еще вся Россия, где действительно есть вопросы к преподаванию, к воспитанию студентов, вообще молодежи и школьников. Поэтому я считаю, что мы достойно можем показать пример всей России, что наши ребята и работа наших ребят. Вот. Что еще хотелось бы отметить? Помимо той площадки, на которой мы присутствовали как спикеры, как участники, мы еще и посетили экскурсию в центр «Авангард», где этот центр, который находится также в парке «Патриот», где проходила конференция, где форум проходила «Армия-2022». Расскажу вообще за этот «Авангард», как вам так сказать. В общем, мне он очень незладимые впечатления на меня произвел. Это некая такая школа, в которой в программе Российской Федерации прописана, как курсы МВП. Помните, как раньше было? Уроки МВП. Вот, значит, Москва и Московская область заключают договор, да, с этой школой, и дети определенного возраста в течение недели проходят там, как бы, такой, так называемый курс молодого бойца. То есть детей учат дисциплине, строевой подготовке, знакомству с оружием, в общем, с историей. Ну, в общем, за пять дней такой малый курс молодого бойца. Ребята там живут, ну, то есть родители их оставляют, понятное дело, по медицинским показателям бывают и отсеиваются ребята. Но вообще та мощь, тот базис, который дается детям, он, конечно, потрясает просто. Мы, к сожалению, не везде побывали, но начиная от подготовки, допустим, там, они из парашюта прыгают, там, естественно, виртуально, в очках виртуальной реальности, но это все приближенно к настоящему. Ну, то есть, ну, очень интересно. Они водят и КАМАЗы, то есть их учат, ну, примерно АЗАМ, да, вождение автомобилей. То есть, ну, все то, что в любом случае пригодится. Не только парням, но и девушкам. То есть, я считаю, что это правильно. Конечно же, это и надо у нас водить. Нам очень было приятно, что ребята тоже приезжали в этот парк «Авангард» с нашей Луганской Народной Республикой, и они ждут нас также со всей душой и сердцем открыто, и говорят, приезжайте, нам есть, что вам показать, и нам есть, чему у вас тоже поучиться. Ну, вы так много форумов назвали, давайте тогда и про остальные. Находясь на форуме «Машук», мы за новостями также наблюдаем, что замечательным был «Таврида Арт», если я не ошибаюсь, форум, где главы наших республик, да, Леонид Иванович и Денис Пушилин выходили на сцену и пели вместе с участниками Гимна Российской Федерации. То есть, это тоже для нас, это, ну, некий такой тоже как смысл. Это приятно, когда первые лица вместе с молодежью, со всей России, такую, действительно, великий для нас Гимн, Гимна Российской Федерации на сцене поют. Это было, если я не ошибаюсь, на открытии. То есть, это очень потрясающе было. Дальше ребята наши были на Дону Злаве. Это, я опять же повторюсь, неоднократно этот форум наши представители нашего университета посещают. Мы уже там как бы стали традиционными гостями. Также форум направили на патриотизм, на коммуникацию, на работу в команде и, конечно же, на создание проектов. То есть, мне очень приятно, что на всех форумах, на которые мы заявляемся и куда нас приглашают, тема проектной деятельности очень развитая, очень на высоком уровне воспринимается нашими ребятами. Потому что ребята приезжают сюда, и они уже с горящими глазами хотят что-то создавать. В принципе, для чего был и создан этот проект, чтобы ребята приезжали с идеями. И уже есть определенная наработка идей, где ребята хотят с 1 сентября. Мы надеемся, мы выйдем в очной. У нас не будет дистанционки, мы будем в очной учиться. И у нас уже есть определенный набор проектов, которые мы хотим реализовать и в этом году. Студентам это зачем? Какая практическая польза на выходе? Практическая польза проектов? Вообще участие. Участие в форумах? Поездок, участие, конечно. Ну как, любой форум, это, опять же, коммуникация, это эмоции. Самое главное, эмоции, с кеми эмоциями они приезжают. Они помимо того, что они... Все ради эмоций? Не только. Помимо ребят, ну помимо эмоций, которые они получают, они же, я же как говорил, получают образовательный какой-то аспект. А что такое образовательный аспект? Ну, опять же, как научиться писать проект. Как запустить... Ну, хоть кто-нибудь написал один проект? Конечно, уже есть. Я думаю, в ближайшее время мы с вами встретимся уже по нашим проектам, которые... Они прогремят, я думаю, на республику, не только. Проект уже есть. Они сейчас в стадии завершения у нас... Не буду раскрывать секреты. Ну, хотя бы о чем? Социальные. Все направлено на решение социальной проблемы. Все направлено на решение социальной проблемы. Ну, допустим, вот здоровое поколение, да, здоровая нация. Как водить спорт больше в школы или в вузы. Или как... Вот у нас... Зайду наперед, есть у нас небольшой проект. Сейчас этот парень находится... Он служит сейчас. Вот. И он обещает вернуться и, конечно же, дописать этот проект. Этот проект назывался «Здоровая нация». Он касается школ. В основном, когда мы смотрим на детей школьников, самая главная проблема – это, конечно же, сколиоз. Ну, если по здоровью, да? Дети неправильно сидят, дети неправильно сидят, неправильно... Неправильно носят обувь, неправильно ранцы у них, да, рюкзаки. То есть есть определенный проект. Он сам по специальности получил курс. Ну, курсы прошел массажа, то есть мануальной терапии. И вот у него такая была тема, чтобы как-то сделать лучшее здоровье, да, лучшую осанку для наших школьников. То есть есть определенный... Он написал алгоритм, что надо выполнять, какие нужно проводить беседы с родителями, с детьми. Я думаю, мы это реализуем. Опять же, проект не реализован, поэтому говорить о его важности и выхлопе мы еще не можем. Мы его внедрим, я надеюсь, на некоторые школы, и посмотрим, если это получится. Будем, конечно же, выходить уже на более широкий диапазон. Насколько это полезно? Не считаете ли вы, что все, кто хотели заняться спортом, уже занялись, все, кто хотели вести здоровый образ жизни, они уже ведут, а до остальных не достучитесь? Я считаю, что до каждого человека можно достучаться. Главное показать правильный пример. И спорт, он везде. И как бы это ни хотели наши дети сидеть за компьютерами, но в любом случае им надо объяснять, что нужно выходить. В любом случае даже зарядка, элементарная утренняя зарядка, это тоже будет помогать для здоровья. То есть это надо, в любом случае, надо рассказывать, на своем примере это показывать. Я думаю, тогда будет выхлоп. Где еще в планах, вы сказали, работаете сейчас над участием в других форумах. Где, что за форумы? У нас намечается обучение в Воронеже. Мы поедем в конце августа. Делегация из Луганской народной республики, я так понимаю, собирается. И конкретно наш университет, представители студенческого самоуправления и профсоюзной организации, мы хотим, нас приглашают поехать на форум лидеров студенческого молодежного самоуправления в Ростов-на-Дону, который будет проходить, если я не ошибаюсь, с 9 по 11 сентября. Там, конечно же, тоже как-то будет образовательная площадка, программа, ну, конечно, культурная. То есть, ну, мы хотим вообще взаимодействовать, набраться контактов, покоммуницировать с ребятами. Ростов это не так уж далеко. Я думаю, в дальнейшем, ну, это будет, границ не будет, и мы будем взаимодействовать уже с ростовскими университетами напрямую. А еще? Я пока эти. Ну, я надеюсь, наши министерства будут нам присылать заявки. И мы будем наблюдать за ними. Вообще, как я говорил, широкий спектр. Есть замечательная платформа Росмолодежь, да, АИС-молодежь, где может любой студент, не только нашего университета, всех университетов, зайти, ознакомиться и принять участие, подать заявку на принятие участия на всех форумах, которые проходят на территории Российской Федерации. Хороший совет. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир. Напомню, беседовали мы с председателем профсоюзной организации студентов Далевского университета Никитой Жарским. Короткая пауза, и мы продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует...